28 мая 23 год с вами Ольга Эдгар канал семья Багдасарян и мы сейчас едем с Олей покупать нам газонокосилку потому что у нашей аккумулятора все кондец сама газонокосилка великолепно работает аккумулятора такого нету у нас фирма Гардена немецкая компания которая за санкции ушла с рынка и во-первых не найти аккумулятора во-вторых если даже найти он стоит отдельно уже только 30 тысяч мы сейчас Leroy Merlin поедем купим Makita сделаем обзор где производится в Китае и там вот эти аккумуляторы подходят ко всем инструментам которые производит эта фирма когда мы покупали что-то про это даже не задумывались ну тогда не было такой проблемы что будет конфликт будут санкции вот это вся история здесь у нас косят на улице управляющая компания у них свои бензиновые вонючие газонокосилки они хорошие все супер но они очень-очень воняют вот мы купим тоже также аккумуляторные но уже чтобы были такие аккумуляторы которые всегда можно найти вот а то Гардена пусть полежит до лучших времен когда отменят все эти санкции возможно цены опять снизится Гардену мы покупали за 25 тысяч вот хорошую самую и там аккумулятор входил в комплекте а сейчас только отдельно косилка стоит 60 еще аккумулятора 30 блин короче с ума сошли вот так так что оля сейчас покрасит губы и мы едем все заехали купили взяли макита газонокосилка вот она отсюда покажу также взяли еще шланг гордена самые нормальные шланги ну и всякая короче мелочевка я думаю что приедем и покажем пока что это все дело в грузе купили тут покажу дома там темновато было заехали в общем в Леруа купили шланг гордена у меня эта фирма есть все эти шланги которые горденовские они без проблем после зимовки даже если на улице остаются целыми а вот все остальные шланги потрескались что-то с ними не так решил еще купить пока фирмы еще остатки у нас в России есть фирма с рынка ушла и продают то что осталось и тут гарантию нет прикиньте 20 лет 20 метров ну шланг недешевый конечно 20 метров 1 2 получается 2 900 в прошлом году такие шланги стоили чуть ли не в два раза дешевле вот но других в принципе и нету есть те которые я покупал и они тоже в принципе жале но они все потрескались купил еще одну такой мульти режим регулятор потока ну в общем на шланг одевать чтобы удобно поливать не меняется по струя меняется разбрызгивать более точно сначала смотрел цена была вроде 400 рублей а на кассе она стала 1000 но я так и подумал что-то держу такой этот металл хороший прорезинено все так вообще качественно тяжело чувствуете что нормальная тема и думаю блин как так 400 рублей прям и тут на кассе 1200 всем люди взяли повесили они не туда не там где другой ценник в итоге 1200 я все равно взял тоже два года гарантия и такой еще переходничок тоже 60 рублей естественно сама косилка вот макита это уже будет у нас отдельная распаковка такая стоит получается 24 500 ну 25000 вот это все дело распаковывать и нужно будет косить потому что трава тут уже у нас выросло сантиметров наверно 35-40 но она в принципе тут не жесткая тут прям сорняков нету но уже все заросло уже не очень прикольно я сегодня пытался вроде триммер называет что ли но ручная же есть выкусите вот она косит но там она настолько вообще неправильных вещей делает зацепила чуть-чуть там кустарник в камни разлетаются короче мне нравится тема и больше вот именно газонокосилкой нормально прошел на все остальные части где там косилка не может там уже вручную убираю так что сейчас будем делать также купил еще семена посадить вот тут раз лежит вот такие спортивный газон на 150 квадратов реставрация 250 квадратов за 10 не вырастает износостойкость пятерка короче спортивный газон здесь у нас газон есть я думаю что он тоже выйдет потихонечку даже начинают выходить но я хочу чтобы более плотно было и всякие пожарные еще подсыплю здесь как вы знаете или нет мы засыпали землей до этого у нас была щебенка там газон положили рулона фиговый роз сверху накинул земли чернозем слой и хочу чтобы газон там пророс вот этот вот сейчас надо будет рассеять вот кораблями раскидать и полить все ну и можно будет даже пройтись утоптать буквально там я думаю что пару недель и здесь уже будет у нас такая штука вон там короче то ли это птицы то ли кто вытаскивали оттуда утеплитель и там короче мощные щели образовались я взял такую вот пену сейчас там просто чисто пустота вот зимой все вытащили туда вода заливается купил пену пену что-то все дороже и дороже стает такая пена 400 рублей стоит бетон древесина цемент пвх с трубочка уже готова еще сделать эту штуку как в дэшка акстан чтобы на зиму было если где-то что-то подмерзла какие-то замки качели вот это вот качается вот эти местечки скрипят у меня закончилась хватает на много лет вот это вот такая вот штука она стоит там 4 рублей 80 или 60 очень недорогая штукенца вот у меня шланг кстати вот использую тоже гордоновский шланг а такой же я в принципе и купил вот он он и есть после меня не хватает тот я делал 20 метров и вот гордона три четверти потолще идет тоже офигенные шланги все остальные шланги так себе вот у меня есть такая косилочка даже не помню откуда она у меня читаю когда-то где-то зачем ты ее покупал на ферме вроде еще ферма назвала так я не использовал больно лежала в этот раз достал получается здесь шнур подключается удлинитель ну и вот здесь мы чуть-чуть подкосил это все дело в принципе может косить но проблема вот этой штуки в том что я же не могу идти ровно как газонокосилка да где-то уклон у меня меняется как бы руки выше ниже вот и получается где-то может срезать и проплешины давать ну и получается какая-то фигня можно в общем как бы вот высокая трава здесь было вообще заросла конкретно вот я скосил но пока косил у меня там идет проволока и вот она крутится и вот зацепила кустарник тоже нужно как-то блин думать рассчитывать вот тоже зацепила в общем может повредить деревья кусты поэтому нафиг но как бы вот в общем то пока сила уже стало намного прикольно но косилка намного круче еще в чем то что косил кто через себя пропускает и вот эту всю длину травы рубит на части на мелкие это то она просто под корень бьет вот но вот это сама трава высокая она остается вот она видите и получается вот эта штука к потом здесь когда сохнет выходит как будто как сено какой-то лежит а когда это делает газонокосилка она дробит на мелкие мелкие части это тоже здесь вот и именно вот это место я здесь оставляю эту траву и потом когда поливаю воду или дождик пройдет это там мелочь потихонечку уходит в землю и как будто и травы не было тем самым она уходит землю и удобряет эту землю а это остается виде сена на поверхности это и нужно или убирать вот или так и вот как бы будет виде сена лежать не очень прикольно вот так поэтому и кстати да еще если вы такой косите то вы покосили она все равно здесь лежит вам это все собирать надо с косилкой нормальной там уже бак все засыпается в бак если вы не хотите чтобы все это здесь раскидывалась то уже вы используете как мульчу куда-нибудь я в основном вот кашу и на какие-нибудь грядки там для мультирования использую вот так во всем бы такой вот триммер или как он называется он хороший знаете если вы просто хотите где-нибудь вот зачистить но это не место где вот именно газон где выходите там для красоты это больше там разобраться где-нибудь сорняками вот там я уже не стал это делать вот эта часть у нас просто здесь газона самого нету здесь обычно зелье зелень в общем-то растет и тут я оставил такой садовый участок лесосад чтобы вот листопадная вот это все тут было а тут уже газон и вот если этой штукой газон стричь то это будет таки проплешины потом все собирать потом если это все мульча будет оставаться то заглушит газон если не пойдет так что вот эта штука больше подходит какие-то склоны может быть косить но с тем что вы потом будете все убирать но убирать я не хочу так что у меня сейчас косилочка есть отличненько будем сейчас снимать буду обзор поставлю на зарядку и уже буду наконец-то косить потому что уже если честно раздражает вот это охота такое ровненько чтобы видеть где что растет и так уже непонятно где все сейчас будем сеять газончик уже вечер потому что днем пекло было плюс 34 тем временем оля есть вкусненько мороженых называется магнат манго красные ягоды вот вы мы в метр заезжали покупали стоит что там 70 или 80 рублей до около 80 рублей так ну чё будем наш газончик сеять сейчас вот этим сейчас оля до кушает и поснимает я думаю что у нас тут в принципе неплохо газон должен зайти в любом случае я сейчас по мелочи сначала так вот рассыплю везде посмотрим чтобы максимально покрыть а потом если останется еще более плотно а потом я граблями короче пройдусь потом утопчу или просто включу воду и чтобы это все ушло под землю вот так ты как будто здесь больше сыпешь а там меньше вот даже на камеру видно вот где-то стоишь а здесь поверхностно да сейчас граблями буду делать вот а там а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Мне почему-то кажется, что все равно тот нижний газон вылезет, потому что вот в некоторых местах он уже вылезает С этим будет как раз более плотно, нежно Ну да, потому что он все равно на щебне, где-то уже проплешины появились Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброе утро! Доброе утро! Как раз, да? Ну, вообще прям идеально То, что нужно 125-150 квадратов Через 10 дней их должен зайти Так, держите Граблю, вот Так, а теперь Все Сделаем Не вручную, а в ножную Тапками просто шли Вот, ногами и утаптывали Вот А сейчас включили поливалки С двух сторон И пускай хорошо это все дело Прольет Чтобы семена Прямо сами ушли под землю А потом, может быть, мы еще раз пройдемся Угу Утопчем До новых встреч Сейчас